Я досняла почти все видео до конца, и тут я вспомнила, что я забыла с вами поздороваться, поэтому исправляю эту ошибку. Всем привет! Сегодня 27 ноября, воскресенье, и да, у нас сегодня будет такой небольшой влог, а вот эта вот красота вам как спойлер. Вот это все, это вкладки, которые мне нужны для моей дипломной работы. Я не знаю, как у меня компьютер вообще вывозит такое. Но вообще я уже закончила, и сижу, сейчас жду Илью, мы поедем с ним вместе домой, потому что на улице у нас. Вот это все, я сейчас бегу к Илье, потому что он меня уже ждет, и мы поедем домой. Вон он, приеду. Бедняжки холодно. Мы сейчас идем кушать. И я была дома, переоделась потеплее, иначе у нас что-то очень холодно, чтобы быть в пальто. Я еще Уги надела. Та-та-та-та-там. Вон у нас там, не знаю, если видите, у нас там дети катают снеговика. Снеговика. У нас вон еще есть он. Стоит три экземпляра. Вообще классно. Напишите в комментариях, какая у вас погода. Вообще вам нравится такая погода? Потому что я такой погод обалде. Но, но, Дюарь, но, сейчас ноябрь. Сейчас ноябрь, и как бы не факт, что такая погода будет на Рождество и на Новый год. Но у меня зато хорошее настроение от такой погоды. Можно, я думаю, я сегодня заварю себе какао или горячий чай, и потом машина едет, Дюарь, и посмотрю какой-нибудь фильм сегодня. Потому что я два дня пишу диплом просто без перерывов. И я думаю, что это будет хорошая награда. Еще сегодня я буду монтировать этот влог, чтобы побыстрее, чтобы он побыстрее вышел. Все, идем кушать. Пришли в мой ресторанчик. У нас в Традмуртовом есть вьетнамский ресторан, бар. И вот здесь вот так вот, красиво. И за окном еще такая сказка. Поэтому ждем. Сейчас будем кушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Я иногда думаю, что погода в Чехии, она для меня идеальна Ну если не считать и не вспоминать каких-то там таких моментов, которые у нас были в этом году и прошлые года Например, в этом году у нас была торната сильная в одной деревне чешской У нас были потопы, ну потопы в принципе везде бывают Но чем она идеальна, здесь есть все сезоны А я это очень сильно люблю Я не смогла бы жить, не знаю, там где постоянно жарко или постоянно холодно Мне вот важно, чтобы были все сезоны, потому что они все по-своему классные И здесь на самом деле это так У нас весна супер красивая Лето жаркое Ну если не вспоминать прошлый год, когда у нас два месяца лил дождь, почти не переставая И осень тоже очень красивая, прям невероятно И зима, вот как сейчас Погода бывает вот такой вот, классный, зимний Но, к сожалению, это ненадолго А может быть в этом году и надолго Я на это очень сильно надеюсь, прям очень сильно Что Рождество и Новый год у нас будет вот такая вот погода Потому что это очень... Оно добавляет какой-то изюминки, атмосферы Что вам рассказываю, вы, наверное, сами это знаете Потому что если встречать Новый год в какой-то более жаркой стране Все равно там не так это чувствуется Да, что я хотела сказать В Чехии иногда я думаю, что погода идеальная для меня И я сейчас смотрю на свое лицо И, ну, именно на кожу, на состояние кожи и прям радуюсь Да, есть какие-то такие моменты, которые еще нужно полечить Но я в этом месяце купила, оказывается, три бренда косметики У меня есть The Ordinary, у меня есть тоник от Pixi И вот недавно я купила на Черной Пятнице набор Стартовый набор, как он назывался От Kiehl's, не знаю, если правильно произношу Но там вот такие вот мини-мини-мини штучки Чтобы вообще попробовать, что это за косметика такая Она мне нравится, я ей пользуюсь уже третий день Или второй И вот она придает, знаете, у меня кожа жирная Наверное, точнее, она у меня комбинированная Но больше к жирной, потому что у меня очень сильно жирнятся вот эти вот все зоны Прям дико И эта косметика, она не то что матирует У нее нет такого свойства Она придает сияние, живое сияние Я не знаю, как это объяснить, но думаю, девочки меня поймут Это прям вот классно смотрится Вот, я вам сейчас покажу Кстати, про вот эту косметику, то, что я говорила Я могу записать прям детальный разбор на The Ordinary Потому что я пользуюсь уже давно Ну как давно, месяц, наверное Потом Pixi я пользуюсь, ну, наверное, уже неделю тоником И вот Kiehl's, наверное, еще немножечко подожду И запишу вам детальный разбор И расскажу про эту косметику Сейчас я вам покажу вообще, сколько у меня ее Потому что у меня вот так вот забита полка Внимание Это вот все Вот этим я пользуюсь Но сейчас я, наверное, пользуюсь больше Kiehl's Вот этими всякими штучками Здесь вот классный тоник Он с календулой И там вот прям как раз плавают листочки И вот эта штучка Вот эта вообще я влюблена Она, во-первых, очень удобная Вот она здесь вот так вот нажимается Это концентрат, который Классный, я не буду рассказывать Ладно, расскажу потом У меня здесь от Ordinary я купила вот этот пилинг Я на самом деле боялась его покупать Потому что я думала, что я сейчас буду Попользуюсь им И потом у меня, когда я буду смывать Все, у меня кожа вместе с этим Сойдет Но нет, я попользовалась первый раз И мне, в принципе, понравилось Оно классно сужает поры и очищает У меня вот здесь вот Расширенные поры, которые забиты И мне это очень сильно мешает Этот, в принципе, пилинг Знаменитый, справляется с этой задачей И вот так же вот у меня здесь есть От Ordinary Всякие штучки О которых я расскажу попозже Ну и тут умывалки еще Вот это вот Kihals И вот это за Ordinary Поэтому вот так Если вам будет интересно Девочки, вдруг мальчики Я буду снимать Обзор на эту косметику И сейчас я буквально налью себе Чего-нибудь попить И расскажу вам о наших новых ограничениях Расскажу подробно И чтобы было всем понятно Поэтому все, я иду себе чего-нибудь наливать И встретимся через секунду Я налила себе горячий чай У меня тут свечка Фильм ждет меня Но перед этим давайте разберемся С новыми ограничениями Которые у нас вот недавно ввели На самом деле вот все эти ограничения Мы проходили уже по кругу Не знаю, несколько раз Но есть такие новенькие И первое, что еще тоже хотела сказать вам Что если вы собираетесь сюда путешествовать То обязательно узнавайте условия въезда Для вашей страны Потому что для каждой страны они разные И плюс они еще могут меняться Каждый месяц, каждую неделю Поэтому да, узнавайте Чтобы ваше путешествие Ваше время и деньги не пропали Буду держать за всех пальцы Чтобы вы попали И почувствовали эту атмосферу здесь Которая у нас обязательно будет Несмотря на все ограничения Первые два ограничения Они касаются Формальных и неформальных сборов людей Массовых Первое это неформальные Это типа вечеринки Всякое такое До 100 человек Теперь только можно собираться Потом второе ограничение Это у нас уже идут Какие-то официальные встречи Типа конференции Театры, кино и так далее Это до 1000 человек В принципе, если так подумать То театры Праги Как раз-таки они входят в этот интервал В принципе, 1000 человек Это нормально То есть театры, кино пока работают Окей Следующее у нас ограничение Новое Забытое, старое У нас нельзя опять есть в фудкортах Еду можно взять с собой Только опять на вынос Поесть на улице или дома Но вот на улице, например, с напитками алкогольными Именно алкогольными уже Другая ситуация Нельзя теперь распивать алкогольные напитки Также глинтвейны и всякое такое На улице Кофе можно Но вот именно алкоголь нельзя Спорное такое ограничение на самом деле Но если рассуждать сейчас на тему вот этих всех ограничений Можно уйти в такие далекие-далекие дебри И смотреть это видео часа два Моих рассуждений насчет этого всего На самом деле, да У нас сейчас Чехия бьет все рекорды по заболеваемости Хотя у нас 80, примерно 70-80% населения привиты И прививаются сейчас люди Потому что нет выхода У нас тесты стали платными Они нужны везде Поэтому все идут прививаться Я не знаю, что, конечно, правительство будет придумывать новые ограничения Какие? Когда у нас будет 90-100% людей Ну, 100, наверное, не будет 95 где-то привитых людей Что же они нам еще нового выдадут? Ну, посмотрим Я буду вас информировать в каждом видео Рассказывать, что у нас нового происходит Ну и сейчас я хочу перейти, наверное, к самому больному Они ударили в сердца всех людей, которые живут в Чехии Вот реально это ударило по всем Чехи, не чехи Все ждали ярмарок Говорили, что в этом году их отменять не будут Они в том году у нас отменились Но в этом году обещали не отменять И за один день до открытия главной ярмарки Ну и вообще многих ярмарок по Чехии У нас говорят, что ярмарок не будет У нас даже на Страмецкой площади Я вам сейчас вставлю сюда видео Вы посмотрите У нас там сделали, уже поставили все эти палатки Где будут продаваться сувениры, еда и так далее Но теперь, походу, это будут все разбирать И да, это очень сильно бьет по малым и средним предпринимателям Поэтому мэрия Праги предложила правительству не закрывать ярмарки по Праге Просто закрыть именно те палатки, там где продают еду на вынос и напитки Но оставить те палатки, там где продают сувениры Какие-то товары, которые люди делают своими руками Привозят и продают на этих ярмарках Потому что, как говорит мэрия Праги Некоторые люди даже залезли в кредиты, чтобы купить сырье, оборудование Чтобы подготовить все свои товары на продажу Это действительно очень печально Мне очень жаль таких, такие бизнесы, что это все пропадает Инициатива такая хорошая людей пропадает Из-за того, что правительство сначала говорит, что будет А потом за один день до открытия они все отменяют Но у нас на самом деле пришло новое правительство, новый мэр Поэтому я не знаю, что он, как они отреагируют на это предложение Буду надеяться, что его примут Потому что я не вижу ничего плохого в этих палатках, где продают сувениры Окей, да, это там теоретически еще как-то можно понять Но сувениры нет, потому что торговые центры у нас остаются открытыми Почему закрывают палатки со всеми этими сувенирами и другими товарами, непонятно Будем надеяться, есть еще время до Рождества, еще почти целый месяц Поэтому посмотрим, может быть, все-таки что-то изменится Ну и последнее ограничение Это у нас все еще продолжает действовать локдаун Боже, я не могу даже выиграть это слово Локдаун для непривитых Да, это какая-то новинка Поэтому многие люди, которые не привились, они пошли вакцинироваться в срочном порядке Потому что это неудобно Это разрушает планы многих людей Поэтому у нас сейчас во всех вот этих точках вакцинирования Очень много, прям огромные очереди Особенно на главном вокзале У нас там есть тоже точка эта И там очень много всегда людей Посмотрим, что будет дальше Как я и говорила, я буду рассказывать о всех новостях Буду так чуть-чуть в каждое видео вставлять Вставлять эти новости именно во влоге Чтобы вы узнавали актуальные новости Чехии Потому что я знаю, что многие, кто меня смотрит Они либо хотят поехать сюда учиться Либо же они хотят поехать сюда как туристы Я думаю, для вас эта информация будет актуальна Оставайтесь со мной Ну а я пойду пить свой горячий чай Сидеть вот с этим дружочком, пирожочком У меня тут фильм, как я и уже показывала Свечка горит, все прекрасно Я вам желаю от души прекрасного, хорошего вечера Проведите его с родными, с друзьями Посмотрите какой-нибудь тоже добрый фильм Выпейте какой-нибудь вкусно-горячий напиток И встретимся с вами в следующем видео В следующем влоге Пока-пока